Доброго времени суток всем! С вами Марина Хвалёва и мы продолжаем создавать пиановидную розу. Я уже обработала все лепестки в той технике, которую я показывала в первой части этого мастер-класса. Хотела уделить отдельное внимание обработке лепестков самого большого размера. Мы точно так же их складываем в виде веера и обрабатываем в технике сминания. Так как лепесток достаточно крупный, объёмный, приходится сминать его поочерёдно. Сначала вверху, потом внизу немножечко. Вот так вот передвигаем пальцы по всей длине лепестка. После того, как лепесток уже хорошо-хорошо перетёрт и стал достаточно тонким, нежным, аккуратненько его расправляем. Хорошо-хорошо. Делаем выемку. Чем более закрытую вы хотите сделать розу, тем, по возможности, более глубокая должна быть у вас выемка. У меня она не сильно глубокая. Кто хочет поглубже, значит, надо уделить этому большее внимание. И теперь обрабатываем край. Во-первых, так вот пальчиками прижимаем. Я прям так вот с усилием как будто перетираю, втираю. И в то же время мы немножечко стараемся натягивать фоамиран. Делаем это аккуратно, чтобы фоамиран не порвался. Во время такого перетирания край лепестка немножечко нагревается. Он становится и тоньше, и в то же время от нагрева его легче растянуть. И вот получается такой вот волнистый край. Вот такой волнистый край характерен для многих пеновидных роз. И таким образом обрабатываем лепестки от самого большого размера. Если у вас фоамиран достаточно толстый, то, возможно, вам придется уделять краю ваших лепестков и всех размеров. Единственное, что просто не растягиваем фоамиран, а просто вот так вот прижимаем, хорошо выдавливаем воздух и делаем край более тонким. Для дальнейшей работы нам понадобится утюг. Я выставляю на двоечку. У кого по ткани, я рекомендую выставлять на шелк. Пробуйте. Если хорошо фоамиран нагревается и обрабатывается, значит работаете на шелке. Если слабо разогревается, можете немножечко температуру увеличить. Сейчас покажу на более крупном лепестке, чтобы было хорошо видно. Но таким образом необходимо будет обработать первые четыре ряда лепестков. Первые четыре размера. Прикладываем краешек лепестка к утюгу. От тепла он начинает немножечко закругляться в сторону утюга. Но если фоамиран плохо закругляется, немножечко ему помогаем. Прикладываем вот так вот торец и чуть-чуть прижимаем к утюгу. Делаем маленький-маленький такой бортик, маленькое закругление. Если у вашего сорта пиановидной розы край лепестка более закругленный, прям хорошо закругленный, тогда необходимо край лепестка хорошо прогреть на утюге и помочь ему завернуться с помощью пальчиков. Вот таким образом. Вот таким образом он закрутится лучше. На моем сорте розы нет прям таких вот сильных закруглений. Просто слегка-слегка немножечко вот лепесток закругляется вниз. Далее, когда будут обработаны лепестки первых четырех размеров таким образом, уже хорошо остыть, но складываем лепесточек пополам, хорошо прижимаем пальчиками и немножечко натягиваем фоамиран от основания лепестка и где-то до середины, чуть-чуть, может быть, больше середины, до верхушки лепестка не доходим. Вот таким образом, немножечко натягиваем, делаем такую дугообразную форму, чтобы наш лепесток вот стал вот таким вот. При желании можно его еще как-то так вот немножечко сделать ему какую-то такую вот немножко волнистую форму лепестков, поэкспериментируйте, попробуйте. Еще зависит от того, какой ассорт розы, какую разновидность вы выбрали. Ну, мне кажется, вот с таким вот изящным изгибом лепесток будет смотреться более живо. Вот таким образом обрабатываем все лепестки первых четырех размеров. Это лепестки, которые будут составлять серединку нашего цветка. Лепестки остальных четырех размеров более крупные, вы уже можете обрабатывать по желанию. Можете немножечко тоже закруглить им край с помощью утюга. Вот таким образом прикладываем торец и слегка-слегка его закругляем. Благодаря тому не только краешек закруглится, он еще станет более ровный, если где-то после среза ножниц, либо скальпеля остались какие-то там зазубинки, они на утюге нагреются, пригладятся, и их не будет видно. Конечно, краешек лепестка, лепестка вот он, закруглился немножечко вниз. По середине мы ничего не продавливаем, ничего не делаем, таким лепесток и оставляем. Если у вашей разновидности пеновидной розы на внешних лепестках нет никаких таких закруглений, оставляем их просто вот такими, какими они у нас получились после техники сминания. Если вы будете изготавливать такую более закрытую пеновидную розу, вот когда она такая еще в полу-закрытом состоянии, когда хорошо уже видна серединка, но внешние лепестки еще не успели хорошо раскрыться, тогда, возможно, наоборот, необходимо приложить лепесток вот внутренней стороной и закруглить его внутрь, чтобы лепесток был такой более закрытый. Это тоже по желанию и зависит еще от того, какой сорт, какая разновидность вашей пеновидной розы. Вот наш лепесточек, он был и так выпуклый, благодаря тому, что мы делали вот такую выпуклость. И еще на утюге я чуть-чуть прогрела краешек и немножечко закруглила его вовнутрь. Но это на ваше усмотрение и не обязательно. И самое главное, прикладываем только торец, совсем небольшой участок лепестка к утюгу. Ни в коем случае не прикладываем лепесток вот так вот полностью, либо частично к утюгу, потому что вся наша техника сминания, вся вот эта обработка, которая была проделана до этого, она на утюге пропадет, лист станет снова толстый, ровный и неживой. Когда все лепестки будут обработаны, можно приступить к сборке цветка. Подготавливаем тычинки, включаем клеевые пистолеты. Если по вашей задумке тычинок не видно в серединке, можно обойтись без тычинок. Будем склеивать непосредственно лепесточки маленького размера, друг к дружке, начиная создавать серединку. Я вот хочу, чтобы моей серединке немножко все-таки тычинки проглядывали, поэтому я беру небольшое количество, вкладываю серединку маленького лепесточка, вот где-то на таком уровне, чтобы они совсем-совсем только чуть-чуть-чуть проглядывали. И вот на этом уровне я их и подклею. Приложила, посмотрела, как это будет видно, наношу клей. О, наконец-то! И аккуратненько зажимаю в серединке лепестка. Вот таким образом, чтобы чуть-чуть тычинки проглядывали только. Беру следующий небольшой лепесток, опять небольшое количество тычинок, ровняю их по высоте. Если там не получается сделать прям идеальную высоту, одинаковую у всех, ничего страшного, но приблизительно все-таки тычинки должны быть на одной высоте. вот таким образом. делаю пять таких вот небольших заготовок в серединок. И потом мы их просто склеим между собой. и еще две мне осталось. Доделываем. Все, я подготовила пять таких вот маленьких лепеточков с тычинками. Далее берем проволоку, которая послужит нам стеблем. Делаем с помощью круглогубцев петельку. Если вы в дальнейшем будете планировать делать свою розочку на заколке, на броши и так далее, тогда вам стебель не понадобится. Проволока, соответственно, не нужна. Будем приклеивать непосредственно тычинки друг к другу. Но так как у нас роза в этом мастер-классе полноценная, на стебелечке, поэтому к этому стебелечку мы будем подклеивать и основание нашей розы. Оставшееся количество тычинок я делю пополам. Количество тычинок тоже зависит больше от вашего вкуса. Насколько вы хотите, чтобы была большая либо маленькая серединка. У меня она выйдет не очень большой, но тем не менее она будет видна. Я часть тычинок приклеиваю с одной стороны, так, чтобы закрыть петельку, и часть тычинок с другой стороны. Наношу на петельку клей и аккуратненько приклеиваю пучок тычинок. Вот, приклеила с одной стороны и так же подклеиваю с другой стороны. Равняем тычинки по высоте. Наношу клей и приклеиваю тычиночки с другой стороны. Так, смотрим, чтобы они были на одном уровне. Если какая-то тычинка не приклеится, ничего страшного, сюда можно подклеить, добавить. Вот. С помощью этих тычинок мы закрыли нашу петельку. Вот, одна тычинка не приклеилась. Я сейчас приклею здесь сбоку. И теперь по кругу приклеиваем вот эти тычинки с маленькими лепестками нашей будущей розы. Тоже приклеиваем таким образом, чтобы тычинки на проволоке были на одном уровне и с тычинками на лепесточке. Приклеиваем, немножечко прижимаем, жду, когда зафиксируется и приклеиваем следующие. Таким образом, по кругу приклеиваем все оставшиеся лепестки. Вот такая серединка у нас получилась. Теперь необходимо обрезать лишние кусочки тычинок. Я это буду делать с помощью скальпельного ножа. Можно использовать нож канцелярский, если он у вас достаточно острый, либо ножничками, тоже если они достаточно острые и легко перережут такое количество ниточек. Все, я обрезала тычинки, оставила небольшое расстояние, такое некое утолщение, которое будет служить нам основой для создания пыжного цветка нашего пеновидной розы. Теперь далее мы из маленьких лепесточков будем потихонечку формировать вот эти вот рядочки, которые характерны для этих сортов. Ряды, в которых лепестки идут за лепестком. Количество таких рядков вокруг серединки может быть абсолютно разное. Я их сделаю около 10, их может быть и 5, и 7. Ну, на мой взгляд, чем больше, тем пышнее, тем красивее розочка. Наношу клей на основание лепестка. Делаю вот такой небольшой защип, либо непосредственно стараюсь защип сделать при приклеивании, вот так вот прищемляю и прикрепляю к основе, и в то же время делаю такой защип, чтобы вот эту форму, которую мы придавали с помощью вот этих вот движений, вот этого загиба, вот эту форму лепестка сохранить. Либо же можно нанести небольшое количество клея, сделать небольшой защип, вот таким образом лепесточек склеить, потом нанести клей на серединку и аккуратненько уже защемленный лепесток приклеить. Делайте, как вам удобнее. Стараемся, чтобы лепестки все были на одном уровне, никто сильно не выскакивал. Если чуть-чуть, то ничего страшного, даже хорошо. Они, в принципе, не получатся все идеально на одном уровне, но чтобы сильно больших перепадов не было. Вот таким образом делаем еще один ряд из десяти лепесточков маленького размера. Я подклеила все лепесточки маленького размера и теперь переходим к лепесткам следующего размера. Я буду приклеивать вот таким образом, аккуратненько, под каждый цветочек лепестки следующего ряда. По желанию, конечно же, вы можете сложить лепестки всех размеров, первых четырех, начиная от самого маленького и четыре размера. Сложить все вот так вот в рядочек, заранее подклеить и вот таким образом потом прикрепить. Но, на мой взгляд, будет намного красивее и реалистичнее, если подклеивать так вот по одному, где-то лепесточек будет находить на предыдущий, на рядом стоящий лепесточек, где-то он будет, может быть, не очень ровненько приклеен. И в этом будет и вся оживость, и вся натуралистичность нашего цветка. Поэтому я буду приклеивать лепесточки по одному. Ну а вы, на ваше усмотрение, как вам удобнее, как лучше. В принципе, прям сильно большой ролик, как бы это не сыграет. Приклеиваю таким образом, чтоб лепесточек следующего ряда только немного выглядывал над предыдущим лепестком. Вот таким образом. Вот он крепится. И вот таким образом прикрепляем все десять лепесточков. Вот такая серединка у нас уже получается. И теперь повторяем процедуру с лепестками третьего и четвертого размера. Точно так же подклеиваем их по очереди к предыдущим лепесткам. Чем гуще становится наша серединка, тем тяжелее подклеивать лепесточки. Я вот так аккуратно наношу на ребро предыдущего лепестка клей. и вот таким образом вклеиваю лепесточек следующего ряда. Не обязательно нам его хорошо прям вплотную приклеивать. Главное, чтоб он прихватился на том уровне, где нам это удобно. Показываю еще раз. Наношу клей на ребро предыдущего лепестка. Беру лепесток, прикладываю его и фиксирую на нужном нам расстоянии. Вот таким образом продолжаем подклеивать все оставшиеся лепестки третьего и четвертого размера. Если подклеивать все дальше и дальше вам проблематично и сложно, можно сделать маленькую хитрость одним лепестком обхватывать два ряда предыдущего размера и вот подклеить таким образом. И вообще у нас количество лепестков вот второго, третьего, четвертого размера по выкройкам одинаковое количество, но можно увеличить, допустим, количество лепестков второго размера и потом лепестками третьего размера объединять по два ряда лепестков второго размера, чтобы так вот немножечко играть. вот сейчас я объединяю одним лепестком сразу лепестки двух, уже такие вот два ряда, два-два таких вот, две ступеньки. оставшиеся лепестки четвертого размера просто подклею уже за лепестками вот этого ряда. Вот таким образом и продолжаем подклеивать их дальше. Вот такая серединка получилась у нас из лепестков первых четырех размеров. она не получилась там прям такая идеально ровная, да, вот они не как солдатики прям друг за дружкой стоят, если бы мы приклеивали лепестки вот изначально всех размеров вот по очереди и потом подклеивали вот этот рядочек к основанию. Ну и в то же время видно, что вот они вот как-то идут один за одним, вот как какими-то такими ступеньками. Теперь переходим к лепесткам следующего размера. Они уже без вот этой средней бороздочки и в принципе они уже не прям так сильно, ну, должны вот прикрепиться и продолжать вот эту нашу ступеньку. Мы их уже будем прикреплять, подклеивать более хаотично, но все равно эти лепестки где-то вот одним краешком заходят в одну бородочку. Вот хотя бы чуть-чуть. Делаем такой вот мягкий переход вот этих ступенек к внешним лепесткам. Наносим клей на основание лепестка. Ой, прошу прощения. Заедает пистолет. Прикрепили. И так вот чуть-чуть, немножечко вот с одной стороны его закрутим вот сюда внутрь бородочки. Можно даже закрепить клеем. Вот так вот. Вот только с одной стороны. Дальше подклеиваем следующий лепесточек. Ну и так далее. Вот, я подклеила один ряд из лепестков пятого размера. Вот их. Они уже не формируются под наши рядочки, под наши ступеньки, но все равно вот так вот частично, чуть-чуть, как бы немножечко под них заходят, делают такой плавный переход. Ну вот, в таком же духе продолжаем подклеивать им остальные лепестки этого размера. Последующий ряд пятого размера я подклеиваю таким образом, просто немного смещаю над предыдущим лепестком. Немного смещаю, и он получается практически идет по нашему рядочку, по нашим ступенькам, но немножечко смещен, чтобы сбить эту вот такую вот правильность. лепесточек выступает совсем немного над предыдущим лепестком. Вот, и подклеиваем остальные лепестки. Девочки, я увидела, что, ну вот, лепестки, начиная с пятого размера, я немножечко все-таки высоковато приклеивала, вот, ну, достаточно высокое, большое расстояние, и хочу их немножечко приспустить. Вот таким образом. Немножечко внутрь нанесу клей, и лепесточек стараюсь приспустить пониже. вот таким образом. Он даже вот так вот интересно запучаряился. Лепесток следующего ряда таким же образом немножечко приспускаю. то получился слишком резкий переход от серединки и вот к этим крупным лепесткам они так прям высоко. Чуть-чуть вот так вот пальчиком как бы оттягиваю вот так и приспускаю их. Ничего страшного, здесь где-то образовалась складочка, мы будем подклеивать еще следующий ряд лепестков, и это все приспустится, прикроется. Вот, немного приспустили внешние лепестки, и вот так она более компактная, более набитая, как характерно для пиеновидной розы. Далее подклеиваем все последующие лепестки ориентировочно вдоль ряда, но немножечко смещаем либо влево, либо вправо. Один раз так, один раз так, и вот так по кругу. Единственный совет, когда вот мы подклеиваем лепесток, вот мы подклеили, и пока он теплый, на том месте, где есть клей, немножечко вот так вот его прижимаем, можно и так, и так вот, немножечко придать ему какой-то такой вот волнистой, не совсем ровной формы, можно сюда добавить, допустим, клея, еще немножечко добавить еще одну волну, чтобы он приклеивался не совсем прям скучно, не совсем прям просто так ровненько, чтобы был какой-то изгиб на лепестке, и роза смотрелась еще более красивее. Я уже перешла к лепесткам седьмого размера. Подклеиваем их точно так же, как и предыдущие, ориентировочно напротив какого-то выбранного ряда, вот, допустим, вот этот, чуть-чуть левее, либо чуть-чуть правее. И единственное, что при подклеивании стараемся формировать не просто ровный лепесток, а делать ему какую-то форму. Можно либо непосредственно на лепесток, можно либо на основание приклеить, вот какой-то сделать вот такой вот загиб, волну, чтобы наша розочка была поинтереснее. И так продолжаем подклеивать весь этот ряд. У нас осталось два размера лепестков. Теперь подклеиваем лепесточки только у основания. Подклеиваем их по кругу. Можно немного находить друг на друга, но, в принципе, у пьяновидных роз я не заметила какой-то такой системы укрепления внешних лепестков. Главное, как и у всех практически растений, лепестки каждого последующего ряда потом приклеиваются между лепестками предыдущего ряда. Сейчас мы приклеим один ряд лепестков. вот у меня в ряде получится 6, да, 6, нет, 5 лепестков. 5 лепестков. И теперь между лепестками вот этого ряда подклеиваем лепестки следующего ряда. Вот здесь у меня проступил клей и как раз на это место так, чтобы вот этот лепесток попадал между двумя предыдущими. Вот таким образом подклеиваем лепестки оставшихся размеров. Вот такая розочка у меня получилась. Я, если честно, не использовала весь арсенал лепестков двух последних размеров. Частично взяла из 7 размера, частично из 8 размера. По желанию вы можете лепестки добавить и сделать вашу розу еще более пышнее. Я остановлюсь на этих размерах. Единственное, что вот лепесточки внешнего размера, чтобы немножечко оживить, вот так вот ноготочком можно где-то сделать такие вот небольшие выемки. Можно где-то вот так вот зажать, прижать, сделать немножечко складочку и чтобы наша розочка была более реалистичной. Вот таким образом. Смотрим, что наша розочка просит. Вот, в принципе, и все. чтобы мне хотелось добавить нашей розочки. И теперь можно приступить к изготовлению чашелистика. У меня после подклеивания на основу из тычинок осталась такая небольшая попка. Сейчас я покажу вот так вот. И, в принципе, она мне послужит основой чашелистика. Вот цветка это называется чашеложа. Если у вас такой попки не получилось, можно сделать ее из фольги, можно из фоамирана. Но обычно я фольгу использую в этом случае. Обматываю вокруг проволочки, утрамбовываю хорошо и делаю такую полусферу. Все, что теперь нам остается, это нанизать на проволоку наш чашелистик. Вот так вот выглядит наш чашелистик по выпройке. Единственное, что я бы еще бы сделала на нашем чашелистике такие небольшие надрезы. Их было тяжело передать на выкройке, поэтому я их сделаю ножничками. Можно такие небольшие надрезы сделать вдоль лучиков вот такой нашей звезды. вот такие были маленькие зазубринки на вот этих вот таких вот округлых кончиках. Ну, в принципе, и все. Чтобы не немножечко его оживить, сделать его более реалистичным, складываю. Складываю чашелистик таким образом, чтобы все лучики нашей звезды собрались воедино. И теперь перекручиваю между пальчиков. не так сильно, как мы обычно перекручиваем лепестки. Чуть-чуть просто немножечко оживили, вот расправили, делали их такие более фигурными. Все, и теперь нанизываем на проволочку, находим серединку нашего чашелистика. и фиксируем с помощью клея. Я сначала наношу небольшое количество вокруг проволоки. Аккуратненько фиксируем. Когда чашелистик хорошо зафиксирован, вы смотрите, если надо, есть необходимость еще наносите клей и подклеивайте. Но мой чашелистик вроде даже хорошо уже подклеился и даже нет необходимости добавлять клея. Вот такая получилась у нас пиановидная роза. И осталось теперь изготовить, доделать ей стебелечек и изготовить листик. Так как у реалистичной розы стебель намного толще, чем один миллиметр. Я его немного утолщу с помощью обычных сухих салфеток. Закрепляю на проволоке и с помощью таких полосочек шириной 1-1,5 сантиметра обматываем стебелек утолщая его делая его более реалистичным. каждый виток салфетки фиксируем с помощью силиконового клея. ну и таким образом утолщаем весь наш стебелечек до самого конца. Вот такой толщины получился у нас стебелек для нашей розы. Теперь все что осталось это просто обмотать его тейп-лентой. Но прежде я хочу еще сделать листочек для нашей веточки. Для этого нам понадобится флористическая проволока. Пока нагревается утюг я подготовлю литоны для наших листочков. И два небольших кусочка у меня остались ранее. Теперь необходимо наши листочки обработать на утюге и приложить к молду. Нагреваем и прикладываем к молду. У меня молд листа розы. Можете использовать молд универсальный если нет наличия молда листа розы. Любой лист у которого мелкая такая сетчатая желковатость. Хорошо прижимаем и втираем. и остается четкий оттиск. Вот таким образом необходимо обработать все листочки. Единственное, что у листочков розы по краешку листиков есть такие небольшие зубчики. Их можно сделать с помощью ножничек и уже после обработать листики на утюге и приложить к молду. зубчики такие зубчики после обработки на молде они будут еще более проявлены. Надрезаем все листочки и обрабатываем на молде. Когда листочки будут уже обработаны можно слегка их затонировать зеленой пастелью. Если вы выбрали темный сорт этой розы бордовая например либо насыщенно красная тогда можно затонировать листочки зеленым и немножечко даже красным пройтись по зубчикам по прожилочкам так как у меня роза достаточно светлая поэтому я просто затонирую темно зеленой пастелью так вот слегка наши листочки тонирую с одной стороны потом подождем когда хорошо просохнет тонировка с лицевой стороны перевернем листочки и затонируем их с обратной стороны хотя с обратной как правило у листочков свет более светлый не такой темный и насыщенный по желанию можно оставить с обратной стороны листочки незатонированные либо просто затонировать немного светлее не так сильно таким образом тонируем все листочки когда листочки будут полностью обработаны можно их крепить клетоном будем крепить с помощью секундного клея и помогать зубочисткой сначала прикладываю литон проще говоря нашу флористическую проволоку смотрю до какого уровня приблизительно мне необходимо нанести клей наношу клей с помощью зубочистки и аккуратненько приклеиваем по центру листочка прижимаем помогаем ручкой карандашом каким-нибудь предметом необходимо хорошо прижать что проволочка хорошо зафиксировалась и приклеилась здесь клей либо было мало либо он успел высохнуть пока я донесла листочек все хорошо прижали даем нашему листочку просохнуть и подклеиваем все остальные листики когда листочки хорошо просохнут собираем все вместе в один сложный лист с помощью тейп-ленты немножечко отгибаем боковые листочки вот таким образом и теперь поочередно будем их собирать хорошо фиксируем тейп-ленту подматываем второй листочек тейп-ленту стараемся натягивать чтобы она как можно плотнее ложилась и фиксировала наш листик чуть ниже фиксируем листочки второго ряда мы потом все листочки расправим если они немножечко сейчас смотрят не в ту сторону ничего страшно доматываем докручиваем нашу тейп-ленту до конца поправляем расправляем листочки вот такой лист нашей розы и теперь обматываем стебель нашей розочки на том уровне где мы хотим приматываем наш листочек листочки листочки Субтитры сделал DimaTorzok Доматываем тейп-ленту до конца Все, расправляем, поправляем наш листочек, наш цветочек Конечно же, по желанию, вы к стеблечку можете прикрепить не один листик, а несколько Можете изготовить еще бутончик Ну вот такая вот пьяновидная роза у нас сегодня с вами получилась Я вас всех поздравляю Спасибо всем большое за внимание С вами была Марина Хвалева До скорых встреч!